Всем здорово, ребят! В этом ролике мы посадим одного из членов нашей команды в самую липкую комнату в мире. Давайте не будем медлить и сразу выясним, кто это будет. Мы сделаем это очень просто. Участники просовывают свои лица в дырки этой конструкции. Я мажу их лица липким мёдом. Я готов пойти в комнату, лишь бы меня не мажили мёдом. Ставлю шарик на непонятную трубку в центре конструкции, включаю подачу воздуха и в определенный момент выключаю. На кого этот мячик упал, тот и проиграл. Тебе шарик. Капец ты влип, Лёха. Пожалуйста, покормите моих животных дома. Интересно, можно ли депилироваться случайно в этой комнате? Мы проверим это в ходе сегодняшнего эксперимента. Отлично, мы одели Лёху в специальный защитный костюм, чтобы он не измазался в клюз в самом начале и не провалялся в комнате без движения все 24 часа. Я не знаю, что меня ждет, я надеюсь, мне не придется после этого эксперимента как-то бриться на лысо, чтобы избавиться от клея в моих волосах. И теперь пришло время заводить Лёху в эту мерзкую и противную комнату. Вы бы знали, как я ему сочувствую. Вот сейчас начинается самая прям жара. Оторвись ты! Я не понимаю, как это сделать. Ммм, это плесень? Вот так вот выглядит. Все, она привлекла, вообще нет, я не видел ничего. Ты как преступники? Ага, все, все, все. Ему задится. Это какая-то... Заход в эту комнату должен быть эпичный. Готов? Да. Раз, два... Ему задится. Три! Как от этого избавиться вообще? Очень аппетитная липкая еда. На этой штуке очень интересно будет попробовать устоять. Чисто как челленд. Попробуй устоять, чтобы вылить. Ну и есть таймер, за которым я буду пристально наблюдать. В самом деле я уже потерял очень много сил. Реально тяжело передвигаться. Тут так одиноко. Так, бросок. Отлично. Приветствий, включи камеру. Помимо того, что клей очень липкий, ну почему он такой скользкий? Из-за этого приходится постоянно двигаться. У меня здесь возникла проблема. У меня кроссовок снимается. На будильнике сейчас заиграло что-то. И тут есть уведомление. Пора кушать еда в холодильнике. Пора кушать еда в холодильнике. Какая мерзость. Еда тоже, она липкая. То есть вот это вот я должен каким-то образом буду нарезать. Да, с бутербродиков, если захочу, например. Пока что я поем то, что не нужно готовить. Печатка, пожалуй. Вот салатик, пожалуй, я его не буду сейчас съесть. Так, ну у нас здесь есть. Ага, кола тоже, да? Отлично. Клей на морозе, он гораздо жестче цепляется. Вот смотри. Пожалуй, мне нужно вытащить отсюда. А как это пить-то вообще? Фу, ёпка. Я не держу ее, если что. Что за жесть, скажите? Порвалась. Ну, блин. Так, у меня, короче, теперь не перчатка, ларишь. В итоге я остался без одной перчатки. И это было просто попить кока-колы. Не поесть. Не дай бог не приготовить что-то поесть. Прошло час двадцать. Чую, вот сейчас начинается самая прям жара. Короче, каждый шаг он очень сильно выматывает. Но ты все равно продолжаешь просто ходить туда-обратно. Тупо потому, что тут все очень липкое и не хочется просто что-то брать. Я думаю, стоит посмотреть, что находится в этих ящиках. Потому что, возможно, там есть что-то для того, чтобы мне сейчас стало хоть немного лучше. Опа, торбистый. Опа. Здесь у нас есть все для того, чтобы приготовить еду. Но сейчас, что меня больше всего радует, то, что здесь есть перчатки. Это очень клево. Из-за того, что у меня уже руки липкие, я не могу надеть эти перчатки. И у меня остается, на самом деле, один вариант как это сделать. Сейчас вы поймете о чем. Сейчас мне понадобится масло. Мне нужно взять одну бутылку и открыть ее. Я не понимаю, как это сделать. Так, это бутылка масла. Я думаю, вы понимаете, что я хочу сделать. О, охренеть. Я был прав. Да. Все. Я победил. Я победил, но я никому об этом не скажу. По-моему, это заслуживает вашего лайка и подписки. Хорошо. Ну, готово. Я не наелся. Попробуем достать из этого то, что можно перекусить. Но, мне кажется, на самом деле, это выглядит как какая-то замануха. Это плесень. Так, банальчик есть. Это было достаточно просто. И, мне кажется, есть вероятность, что я буду есть только фрукты эти 24 часа. И я просто тупо не смогу от человечески достать все то, что есть в холодильнике. 18.00. Попробую почитать книгу, получится ли это сделать. Да, конечно, получится. Это же всего лишь бумага. Интересно, что это, во-первых, за книга. Не открывать. Липко. Действительно. Плюс. Липкость. Перелеснул. И текст остается. Ты можешь читать спокойно. Книга висит на стене. Ты стоишь, читаешь то и даже руками ее не держишь. Красота. Так, мы видим здесь. Что-то похожее на Новосибирск, да? Текст еще крупный, поэтому вполне себе можно читать книгу. Давайте попробуем сделать это теперь двумя руками на столе. Получается, именно в чтении проблем никаких нет. Но вот если плотно прям две страницы друг с другом сцепились. За два дня до того, как ты началась, он придет из киоска газету для фразы. И за это старушка дала ему 15 центов. Джонатан, лучше помчаться домой и раскрылся. Ребята мне дали пульт от телевизора и джойстик от Флори. Посмотрим, можно ли играть в PlayStation, когда все вокруг липнет. А вот изобретение мое с пультом. Короче, Леха, тебе здесь весело. Мне только что подключили плойку и телевизор. Я уже перестал просто так стоять. Сука! Твою мать! Поздравляю. Я такой встал, такой типа... И я приклеился. Короче, тебе по кайфу, Леха, да? Хочешь посмотреть телевизор? Вот так это будет выглядеть у тебя в жизни. Тут есть бастербольное кольцо. Попрыгонечку. Ё-моё! Так, 7 часов вечера. Мне пришло какое-то очередное уведомление через будильник. Сейчас у Лехи по расписанию будет баланс-борд. А-а-а! Вообще, Леха как бы достаточно неплохо это делает. Мы как-то раз проверяли это в видеоролике. Давай, Леха! Как стань-то на него! Ходи на YouTube. Типать. Три. О-о-о. Он просто съехал. Да блин! Понимаете, 24 часа в этой комнате. Это, типа, самое худшее, что могло бы быть. А-а-а! Ну вот, ты что боялся? Ничего страшного. Теперь Леха и стул стали одним целым. О-о-о-о! О-о-о-о! Кто-нибудь в жизни стоял со стулом на шоке? Потолок хочешь постоять? Стой здесь. Видимо, когда я хожу, я особо не замечаю вот этих вот штук, которые спускаются вниз с потолка. И у меня волосы просто стали пластмассовыми. Я надеюсь, что это получится отмыть, потому что, блин, если нет, меня ждет то, чего я никогда в жизни бы не стал делать. Это побриться на лысо. Туалетная бумага. Вот так вот выглядит. И как ей пользоваться-то вообще? На самом деле, Леха там находится уже часов пять. И он, в принципе, адаптировался к тому, что там находится. На самом деле, не особо-то. В задумке у нас было взять еще кучу клея и нанести все это еще и на потолок. Поэтому прямо сейчас этим займется Юлдэш. Кто это придумал? А, Макс? Кто это придумал? Вот так вот вода. Попробую покушать, потому что, возможно, это последняя возможность это сделать. Так, тарелочка, стаканчик. Что это у нас есть? Тут что-то с котлетой. Сок. Этот ближе. Теперь разогреваем еду. Так. Закидываем. Вкрываем. И сортует. Я воспользуюсь паровой баней. Ставим сюда еду. И включаем. По всей видимости, этот способ работает. Это самый мерзкий ужин в моей жизни, наверное. Рано или поздно он должен отвалиться. Или аккуратно спуститься. Сейчас мы это проверим. Пока еще не самая лучшая ситуация. Я решил расслабиться после сытного обеда. И прокажем. Леха лежит на диване уже порядка полутора часов. Мне кажется, его стоит заставить встать. И поэтому я решил принести ему пироги. Леха! Тебе тут еда. Вот это значит действительно тяжело встать с дивана. Это так каждое утро. Самый главный прикол в том, что я не понимаю, как Леха будет есть. Потому что у него руки в клею. Перчатки тоже в клею. Не урони пироги. Показать могу, как это делать? Как интересно ешь. Давай подержать. Пока я сосредоточен на еде. Я забываю про ноги, да? Спасибо, ребят. Давайте в качестве бонуса, это то, что мы тебе принесли поесть. Пока что, как ты приклеишься к стене. Я не знаю, Дима. Ого! Ого! Мне кажется, он уже потихонечку начинает адаптироваться, начинает спокойно ходить. Может тебе клея еще бахнуть, а? Что, человек, по уши? Он ускорчится! Какой же еще не заходит. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Слова костюма оторвался! Кребляет! Да? Что это такое? Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Леха, покажи ты. Можете быть довольны, мне стало намного хуже. Ха-ха-ха! Ну, я, ну, я как бы соболезную тебе, Лех, ну... Так, вы обещали мне костюм новый. Может быть, Лех, типа, еще раз так сделаешь? И мы тебе заменим костюм? Не, ну извини. Да нет, в чем прикол? В чем прикол? Ты же не порвал, реально. Костюм иди! Костюм иди! Ха-ха-ха-ха! Я его не отпущу, ясно? Ну, я рад, что ты меня просто не обнял. Ха-ха-ха-ха! Блин, ведь Леху даже не отпихнешь, потому что он... Ха-ха-ха-ха! Пацаны, там костюм несете вообще нет или на меня уже забили? Все, Леха, уже 12.10. Уже скоро спать. Хочешь спать? Хочу, устал. У меня очень сильно натерли ноги из-за того, что я постоянно вот так вот... Чтобы передвигаться, нужно прям дергаться жестко. Когда мы снимали видео ролик про мух, про тараканов, их активность постепенно падала. А прикол в том, что клей на Лехе, наоборот, с каждым разом все больше и больше накапливается на него. Доброй ночи, Лех! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Я одену, естественно, капюшон и лягу лицом под лампу. Вот под вот эту лампу, потому что с нее клей не капает. Спать практически не получается. Вот это противное ощущение, оно постоянно. Хочется, короче, перевернуться. Ты начинаешь двигаться и чувствуешь, как тело прилипает к этому дивану. Очень неприятно, просто кошмарно. И ты из-за этого просыпаешься сразу же и думаешь, что делать дальше. В 9 часов утра мне пришло какое-то задание. Начни день с эксперимента. Запусти ракету в комнате. Это мне нравится. Где моя ракета? Да. Спасибо. А-а-а! Так, у нас здесь есть яйца. Вот получается у нас вот такая колбаска. Это картошечка. Вот, собственно, то, чем я буду завтракать. Наверное, если у меня получится приготовить. Так, где мой любимый стул? Кажется, это был кусок клея. Вот это вот. Точно клей. Так, 10 утра. Заимись спортом, говорят мне. 20 отжиманий и 20 качков пресса. С 20, ребята, явно переборщили. Одежда эта порвалась. Это гг. А как вставать? Отлично, превосходно. Спасибо спорту. Позанимались. Ну, заниматься спортом в этой комнате, скажу так, практически невозможно. Флип челлендж на стену. Флип челлендж книгой. Тарелкой. Стакан. Так, что еще есть? Яйцо. 32 часа в этой комнате сказывается на людях. 41, 40, 49, 48 3, 2, 1 1 2 3 4 4 5 4 5 5 5 6 7 8 9 10 12 Всем удачи и всем пока!